14 августа мыс каменный здесь я провел две ночи вместе с ребятами из Смоленска сейчас они спят а я иду дальше в сторону сыроватки еще нужно где-то по дороге найти воды такой вот он запомнится мне этот мыс каменный такое впечатление что ко мне здесь стало гораздо больше или это только кажется прощай вниз каменный с южной стороны мыса каменный тоже есть неплохая стоянка и рядом начинается огромная поляна на которой можно хоть роту поставить и там есть типа родник или колодец в общем яма куда стекается дождевая вода такая вот стояночка она защищена от северного и западного ветра вот с востока и с ничем не защищена так но сейчас мне нужно идти как раз на юг вон там вдали виднеется мыс кораблик это где корабль стоит на мели вот а за ним за этим корабликом еще километр два-три там уже остров сыроватка ну а сейчас я пойду вдоль берега мне нужно найти мыс моржовый и за ним должно быть ручей из озера моржовый потому что воды у меня осталось всего 6 литров это в сущности как это максимум три дня а так если нормально то вообще полтора а мне не хочется торопиться нужна вода чтобы постоянно была и погода вроде улучшается вон там на юге хмарь которая ночью висела она вроде уплыла даже солнышко появилось ладно пойду от южнее мыса каменной огромное такое поле каменюк и глубина тут всего полметра даже меньше и сейчас отлив чайки меня атакуют если я не пройду это дело до глубокого места то рискую застрять здесь посреди моря что пойду вон туда вон там вроде волна значит она идет с открытого моря вот здесь есть под улажатая вот наконец-то вроде выезжаю на глубокое место тут помогает ветер и течение сейчас отлив и вода течет на юг это видно вон по растениям еще ветер почти в спину вот теперь надо пойти к берегу и поискать где этот мыс моржовый интересно почему такое название моржи вроде здесь не водится водится только беломорские нерпы хотя местные жители их называют моржами или котиками кто их знает так ну вот достиг я этого мыса моржовой примерно так вот он такой ничем не выдающийся только вот ориентир это геодезический знак хотя может быть мыс не это то вон тот что-то не одинаково не поймешь их по карте тоже не видно ладно здесь должно быть обозначены какие-то развалины вон там сходить что-ли посмотреть или уж дальше идти не пожалуй пойду дальше то сейчас отлив а тут кругом он мели боюсь застрять здесь где-нибудь на этих камнях вон там где-то прямо должны быть островки и там должна впадать вернее должен впадать этот ручей моржовой судя по карте да еще тому с такой должен быть не знаю какой из них может быть следующий придется мобильник при себе держать чтобы не потерять этот мусс да это знак здесь недолго простоит а вот где искать ручей этот действительно проблема в такой каши тут не разберешься стойка заливчиков островков мысиков это наверно смс пришла связь появилась ура на мысе моржовом есть мегафон короче пойду обойду он ту безобразию за те деревья там посмотрю по идее там должен быть небольшой мысик и перед ним этот ручей впадает именно на мысу о много сообщений вот по навигатору где-то здесь должен быть ручеек такой небольшой заливчик остров может быть вот за этим камнем там он как раз каменюки какие-то в лесу ходят может быть это есть в русла надо сходить на разведку по виду это вполне может быть маленький ручеек вот только даже он между камней что-то сочится только нужно узнать это действительно пресная вода и либо это прилив обратно вытекает это надо искать вне зоны прилива намного выше вот сюда прилив уже не достигает вода здесь кое-где есть но очень мало получается на просто из болотца из этого просачивается как-то держит взять эту воду никакого видимого русла нету вот похоже на русло причем я явно видно что вода шла после дождя вот на русло посмотреть может там выше удобнее не очень здесь наберешь воды вот неплохое местечко вполне можно начерпать ну чё надо сходить за посудиной и где-то здесь начерпать пару хотя бы этих канистр так ну вот попробую черпать отсюда вот вода нормально такого цвета ой она легко баламутится муть поднимается так да и долго я буду черпать пока дождешься когда муть осядет а а а а а а а а а Продолжение следует... Да, тут на дне такая взвесь, которая очень легко всплывает. И потом долго не оседает. Пока там муть оседает, я попробую вот тут вот, рядышком, потерпать. Ой, а здесь еще хуже. Здесь совсем мелко. А там вообще в траве. Где еще тот есть между камней, чтобы мути было так мало. А там... А там... Придется все-таки там черпать или еще что-то искать. Так, 6 литров есть. 16 килограмм воды у меня есть. Теперь их нужно доволочь до моего корабля. И у меня появится свобода еще минимум на неделю. Я могу свободно путешествовать, особо не задумываясь о воде. В общем, вон там где-то, если от этого геодезического знака, с полкилометра на юг, тут будет вот такой островок с сочинками. И вот с такой вот заливщиким маленьким, с таким бревном. О, здоровенный камень. Вон он, видно? Вот ориентир. За ним и есть этот ручей моржовый. Только особо рассчитывать на него в сухое лето не стоит. Потому что воды очень мало, может совсем пересыхать. А в дождливое лето наверняка в нем даже проточная вода есть. Так, сначала нужно вытолкать посудину на глубокое место. И потом на этом глубоком месте умудриться привязать эти бутыли. Так, 5 метров кладу на нос. Вот, сразу видно, какая разница вода из Калги, где большое течение. Там много наверняка такой озерной воды. А это вот болотная вода. Она имеет торфяной цвет и, соответственно, привкус. Ну ладно, теперь можно до Яголамбы привезти. В Яголамбе вода тоже вроде светлая должна быть. Вот, и нужно как-то выбираться из этой мели. Причем быстро. Вон там все обходить, обходить, и вон до корабля. Чтобы не застрять здесь. Еще буквально полчаса, и отсюда уже не выгребешь. Так что гребем быстро. А байдарка потяжелела на 16 килограмм. Так, давай. Попихиваемся. Пять камень. А вот и мыс-кораблик. Настоящего названия не помню. Но здесь вот ржавая посудина лежит. Первый раз вижу его во время отлива. Обычно вода кругом была. А вот и ржавая посудина. Надо здесь уникориться. Тем более, что якорь уже лежит. И слегка его обсмотреть. Теперь можно взять эту посудину на буксир. Первый раз вижу эту посудину с этой стороны. Два прошлых раза здесь вода была. Поэтому не подойти. Что-то внутри. Какие-то доски. Непонятно ничего. Якорь отсюда выбрасывали. А почему же якорь из этой дыры тогда торчит? Непонятно. Елоу-субмарин, елоу-субмарин. Кусок торпедной установки. Еще какие-то куски торчат. Крылья для подводного плавания. Опять какая-то ржавчина. А якоря нету. Вот очень якоря. Киля. Руля. А вот это что? Отломилось? Не, отпилино. Следы. Так отпилили, так пилили. Видать, хорошая сталь. Само оно так не могло получиться. Ну вот, видно. Вот. Явные отропилы. Так, что здесь еще у них? О, здесь вообще шпангового-то повырезали. здесь любители всяких железяк иногда бывает по моему здесь что-то было прошлый раз и периодически что-то откручивают отпиливают и куда-то девают какие-то машины здесь были на этой штуковине пока люди соберутся эту штуку сдать металлолом она вся и заржавеет нечего будет сдавать моя байдарка круче однажды кто-нибудь приедет сюда с аргоном какой-нибудь баррой распилит это все мог бы заработать немножко денег а он прямо по курсу остров сыроватка во время отлива отсюда можно наверное пешком дойти может вот эти каменные отмели они тянутся туда а вот если там пролив или нет сейчас я не знаю ну сейчас пойду туда посмотрю если там пролив во время отлива пожалуй эту посудину я с собой не возьму зачем мне он такая ржавая пойду на сыроватку а Субтитры создавал DimaTorzok